Здравствуйте, в эфире студия телевидения Тува-24. Глава республики Шелбан Карол выписался с больницы. Его второй анализ на коронавирус оказался отрицательным. Напомним, Шелбан Карол был госпитализирован 25 мая. Продолжение следует... В Туве 3405 женщин состоят на учете по беременности. Из них на сегодняшнее утро с положительным диагнозом на коронавирус выявлено 43 пациентки. 70% больных женщин проживают в Кызыле. Если 70% беременных женщин с коронавирусом проживают в столице, то 30% в Барунхемческом, Зунхемческом и Вулухемском районах. Все беременные госпитализированы и получают лечение в инфекционной больнице и в госпитале на Гагарина-3. На Гагарина-3 у нас лежат на сегодняшний момент 6 женщин. Из них двое беременных и 4 уже послеродовые считаются. То есть у нас уже 4 женщины, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, они все родоразрешены. Из них одна у нас является... беременность была двойней. То есть получается у нас четверо родов и пятеро детей. На момент сегодняшней анализы детей все готовы. Диагностирован тот факт, что все дети отрицательные по коронавирусной инфекции. То есть у позитивных ковид-мам рождаются отрицательные дети. Все дети в удовлетворительном состоянии, то есть состояние их хорошее. Единственный нюанс, какой он у нас составляет, что после рождения ребенок отлучается сразу же, изолируется от ковид-позитивной мамы и находится в другом у нас помещении. Врачи перинатального центра допускаются к смене только после двух отрицательных анализов на коронавирус. Как происходит работа? Организована там у нас красная зона и чистая зона. В красной зоне все сотрудники находятся в средствах индивидуальной защиты максимально. Находятся они по графику, то есть по 6-8 часов, не выходя из красной зоны, бригады находятся там. Потом одна бригада уходит отдыхать, другая бригада заходит. Для чего это организован? Для того, чтобы все женщины не оставались ни на одну секунду без медицинского присмотра. На сегодняшний момент в изоляторе у нас находятся две, они уже родоразрешены, послеродовые, в тяжелом состоянии. То есть состояние тяжелое. У одной идет поражение легких по КТ-4, у другой еще лабораторно сохраняется коронавирус. Поэтому там есть у нас средние тяжелые и две довольно-таки заслуживающие у нас беременные. В перинатальном центре 860 сотрудников. Из них 15 человек болеют коронавирусом. Это два врача, 8 средних медицинских работника. Остальные – это младший и прочий персонал. У нас уже двое выписались с диагнозом полное выздоровление после лечения новой коронавирусной инфекции. Десять сотрудников в настоящее время находятся на стационарном лечении. Четыре сотрудника находятся на лечении у нас на дому. В основном это сотрудники. У нас заражение идет именно в первичном амбулаторном звене, так как у нас все-таки беременность у людей, у женщин продолжается. Это у нас два сотрудника врача. Это у нас доктор один с женской консультацией. Второй доктор – это у нас доктор отделения охраны репродуктивного здоровья женщин и детей. То есть это идут именно заражения среди амбулаторного звена. В стационарах у нас случаев нет, потому что стационары работают все по бригадам. У нас 14 дней. То есть у нас работает чистая зона, это перинатальный центр. Здесь работают все ковид-отрицательные сотрудники. Госпитализируются сюда все ковид-отрицательные беременны. То есть тут случаев заражения не должно быть. Также организовано два провизорных стационара. Это акушерский на Гагарина и гинекологический на Лапсанчапа. Слово провизорное что подразумевает? Во-первых, у нас работают все ковид-отрицательные сотрудники. Все работают в средствах индивидуальной защиты, в таких же, как у нас в изоляторах. Это обязательное условие для снижения риска заражения среди сотрудников. И туда поступают пациенты, у которых не сданы анализы на коронавирус, либо анализы сданы, но еще не готов. Также туда поступают пациенты, у которых есть признаки ОРВИ. В 100% идет охват забора анализа на коронавирус у всех поступающих в провизорные отделения. И когда результат приходит отрицательный, данные пациенты переводятся в чистую зону. С 36-й недели каждая беременная женщина сдает в женской консультации тест на коронавирус. У беременных, которые относятся к высокой группе риска, то есть у нас там есть градация низкая группа риска, средняя и высокая. Вот у беременных, у которых высокая группа риска, анализ берем на коронавирус с 30-й недели. И сейчас мы приняли решение, что каждый по истечению 14-дневного срока у беременных анализы мы снова будем перебирать. Все остальные категории, если, допустим, требуют стационарного лечения меньше 30 недель, все идут через провизорное отделение. По готовности анализа мы женщин переводим сразу же в чистую зону. Забор анализов у медицинских работников берется раз в неделю. И перед заступлением на смену, то есть когда 14 дней проходит, приходит новая бригада, тоже анализы все у них на руках имеются. Если анализа у сотрудника на руках нету, данного сотрудника мы для работы не допускаем по готовности результата. Все мероприятия организовали только с целью уменьшения риска заражения, как среди пациентов, так и среди сотрудников. Врачи отмечают, что заражение беременных женщин происходит через бытовой контакт, то есть из-за того, что ее окружение не соблюдает режим самоизоляции. В соответствии с поручением президента Путина, стимулирующие выплаты медицинским работникам в Туве за апрель полностью выплачены. Кроме этого, поддержку начали получать социальные работники. 1531 медицинских работника сегодня трудятся в первичном звене Минздрава Тувы. По 415-му постановлению правительства Российской Федерации все деньги за апрель они полностью получили в размере 23 миллионов рублей. Также по 484-му постановлению предусмотрены стимулирующие выплаты медперсоналу стационарных учреждений за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Стимулирующие выплаты в соответствии с 484-м постановлением, естественно, это за особые условия труда. Есть большое количество врачей, которые заражаются от своих больных, и очень много рисков в период работы в стационарных условиях. И в соответствии с этим количество денежных средств, которые стимулирующего характера на сегодняшний день составляют для врачей до 152 тысячи рублей, средний медперсонал 95 и младший медперсонал 47-500 рублей. По состоянию на 25-е число были направлены денежные средства 1528 нашим врачам и среднему и младшему медперсоналу. Общее количество денежных средств составляет 159 миллионов рублей. В республике в связи с увеличением роста заболеваемости коронавирусной инфекции развернуты госпитали на базах районных и городских больниц. Для пациентов с легкой и бессимптомной формами заболевания выделены места в лицее номер 16 и в школе номер 17. Кроме того, важно отметить, что тем врачам, которые работают в данных развернутых госпиталях, тоже предназначены стимулирующие выплаты по постановлению Российской Федерации. Апрель месяц по второму постановлению мы выплатили денежные средства 146 медицинским работникам в сумме 13 миллионов 575 тысяч рублей. Это 15 врачей, 78 среднего медперсонала и 31 младшего медперсонала. Почему такая маленькая сумма? Мы знаем, что поток больных у нас увеличился с мая месяца. Поэтому вот такое количество медработников получили стимулирующие выплаты по 484-му постановлению. Кроме медиков, стимулирующие выплаты предназначены работникам социальных учреждений. Всего в Туве 8 домов-интернатов, где проживают почти 900 престарелых граждан. Тем работникам, которые отработали в интернатах 17 апреля по 1 мая, полностью правительство Республики Тува выполнило свои обязательства и доплаты все работники получили. Все социальные учреждения сегодня закрыты на карантин. Технический персонал, согласно поручению президента, тоже получает стимулирующие выплаты. Таких 165 человек. Герена Сурова, Владимир Сюртук, Беликий Кулар, Тува 24. Чтобы минимизировать распространение новой коронавирусной инфекции среди населения, поликлиники столицы работают в особом режиме. Медучреждения прекратили плановые приемы, диспансеризацию и обследование. Чтобы попасть к врачу, нужно заранее записаться. В социальных сетях пишут, что не могут дозвониться до поликлиники, чтобы вызвать участкового врача на дом. Да, жалобы идут о том, что не могут дозвониться. На сегодняшний день у нас сидят четыре оператора на звонки. Работает телефон колл-центра 37272. Также работают все телефоны, которые раньше были в регистраторе. 325-16-32-07-53. То есть все телефоны у нас работают. Четыре оператора сидят днем и сидят также после обеда до 8 часов. Все звонки, которые делаются, записываются. Кстати, у нас еще сидит врач на телефоне. Если нужна консультация какая-то, это уже врач консультирует. Там по клинике по тактике ведения врач все это объясняет. А если нужны консультации либо вызов врача, тогда эти звонки передаются также участковому терапевту. На сегодняшний день приоритетными пациентами в поликлиниках считаются призывники, беременные женщины и тяжелобольные пациенты. В поликлинике проводится прием только по экстренным показаниям. Это обратившиеся люди с болями, с высокой температурой, может быть кто-то с высоким давлением. То есть именно по экстренным показаниям и с травмами. Это мы принимаем. В остальных случаях проводится все на дому. Участковые терапевты работают на передовой с больными коронавирусом. Пациенты с легкой степенью тяжести обслуживаются на дому. Данный пациент обслуживается бригадой по коронавирусной инфекции. Они выезжают, потом назначают лечение. Дальнейшие осмотры, может быть, дистанционно. В определенные сроки опять еду, забирают анализы. И дальше, как идет наблюдение, если ухудшение состояния, то решается вопрос о госпитализации. Это больные легкой степени. Помимо неотложки, врачи успевают обслуживать плановых больных на дому, назначают лечение и выписывают рецепты. Как отмечают медики, есть и необоснованные факты вызова на дом участкового терапевта. Люди вызывают, говорят, у меня температура, горло болит. При выезде туда выясняют, что человек совершенно здоровый, без показаний вызывают. И просто вызывают от того, чтобы забрать анализы на ковид. Но согласно приказам, здоровые населения не должны обследоваться. Если хотят обследоваться, это должны обследоваться на договорной основе платно. В поликлинике на данный момент мы осматриваем только контактных лиц, забор идет анализов. Людей, которые идет с клиникой, определенная клиника подождение на корви. И больные с корви, легкой степени, в динамике, на всех осматриваем. Вот эти категории мы должны забирать анализы. Таким образом, в поликлинике могут обращаться призывники, которых ждет служба в армии. Беременные женщины также работают экстренный прием граждан. Велосипеды, самокаты и прочий легкий и мобильный транспорт все чаще привлекают внимание злоумышленников. Эти виды транспорта становятся популярнее, поэтому среди них есть дорогостоящие варианты. В частности, велосипеды. Кражи двухколесного, преступление сезонное. Угоняют чаще всего из общедоступных мест в поездах и у магазинов. Обычно в краже виноваты сами хозяева. Они недостаточно внимательно относятся к собственному имуществу. Так, 2 мая в полицию Кызыла обратился 25-летний козылчанин, заявивший о краже велосипеда. Он пояснил, что на несколько минут оставил свое транспортное средство без присмотра у бани на улице Оюна Курседы. Однако этих нескольких минут хватило для злоумышленника. Он благополучно похитил велосипед. Благо, момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные по периметру бани. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 17-летний местный житель, в отношении которого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ, кража, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении законного представителя также составлен административный протокол по статье 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях, неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. В ходе следственных действий велосипед был изъят и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Другой случай произошел в этот же день. В полицию обратился 32-летний житель поселка Кахем с заявлением о том, что неизвестный похитил его велосипед, припаркованный в коридоре одного из многоквартирных домов Кызыла. Сотрудники полиции призывают владельцев быть внимательными, не оставлять велосипед без присмотра на лестничных площадках или в подъездах домов. Также, как показывает практика, есть случаи кражи велосипедов, припаркованных в ограде частных домовладений. После покупки велосипеда обязательно храните его документы. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ